Обеспечить покровительство за деньги, именно это обещал бывший чиновник городской администрации Первоуральским управляющим компаниям. Но слова не сдержал. Впрочем, не по своей воле. Мошенническую схему раскрыла прокуратура. Изначально внимание надзорного ведомства к своей фигуре Андраник Малхасьян привлек совершенно по другому поводу. Он решил поспособствовать постройке нового района в Первоуральске, что категорически запрещено делать госслужащему. Имели место нарушения в действиях должностного лица. До проведения конкурсов на строительство жилого комплекса в данном земельном участке оппозиционировал представленного застройщика как будущего застройщика. Поэтому какие меры дисциплинарного, в том числе характера, применены должностному лицу, еще не поступали. Тогда Малхасьян наделался выговором. Это было в сентябре 2014 года. А в феврале 2015-го чиновник уже оказался за решеткой. Первоуральские полицейские задержали его по подозрению в мошенничестве. Путем обмана, впоследствии сообщения заведомо ложных сведений, противоправно осуществлять безвозмездное изъятие денежных средств граждан и хозяйствующих субъектов, управляющих компанией города. В качестве вознаграждения за действия по осуществлению общего правительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставление необходимого административного ресурса для систематического совершения на территории города правительства преступлений против собственности. Таким образом, пообещав обеспечить покровительство или, проще говоря, крышу, чиновник получил от управляющих компаний почти 900 тысяч рублей. Но на этом Андраник Малхасьян не остановился. Следующая схема, которую он разработал со своим сообщником Александром Колотовкиным, предполагала наживу покрупнее – порядка 8 миллионов. Но реализовать схему ему уже не удалось. Малхасьян и Колотовкин оказались в СИЗО. Им предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничество и покушение на мошенничество. Однако подсудимые своей вины не признают. Процесс над бывшим чиновником только начался впереди еще встречи со свидетелями, а также изучение более десятков томов уголовного дела. Александр Перминов, Сергей Шемет, Интера ТВ.